Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Котов. Наступила весна, хорошая погода, почему бы не снять видео на улице? Сегодня расскажу вам о том, какими способами пользуются консультанты Большой Тройки не только для поиска информации. Первый способ – это отчеты публичных компаний. Что это такое? Практически большинство успешных классных компаний, которых мы слышим каждый день, являются публичными. Что это значит? Они оставляют свои акции на фондовый рынок. Пока они публичные, они должны ежегодно отчитываться перед инвесторами, акционерами о том, чего они достигли, какие у них планы на будущее, стратегия, об их отрасли, тренды и так далее. И на самом деле это является очень крутым первоисточником тогда, когда вы делаете стратегию похожей компанией, либо этой же компании. То есть ее прошлогодние источники, то есть опубликованные репорты, да, annual reports называется это, да, отчеты являются отличным поспорьем для того, чтобы разработать следующую стратегию, чтобы понять о том, куда движется эта индустрия, где она была раньше, какие были, ставили перед собой цели и задачи, там, топ-менеджмент той компании, либо акционерное общество и так далее. То есть на самом деле это является прям супер-топовым источником информации, когда вы ищете вообще что угодно, начиная от в целом об индустрии, потому что в этих отчетах часто публикуют информацию об индустриях, например, если мы берем Газпром какой-нибудь, да, то там, скорее всего, будет какой-то пласт информации о нефтегазовой, если есть какой-нибудь Сбер, то, наверное, там будет что-то про банки тоже сказано. Как бы это очень круто, это очень полезно, потому что эти отчеты пишут сами же такие же консультанты, то есть компании раз в год, либо там инвестбанкиры, не знаю, компании нанимают раз в год такую компанию, которая делает им такой годовой отчет. Второй интересный способ, про который я уже ранее рассказывал, это эксперты. И на самом деле не стоит недооценивать такую вещь, потому что несмотря на то, что развивается информатизация в обществе и потребление цифрового только увеличивается, в то же время увеличивается количество экспертов, да, лживых экспертов также в интернете. Но практически в любой отрасли, если вы захотите найти кого-либо эксперта, человек, который разбирается в своей отрасли, то, скорее всего, вы найдете. Но тут важна критическая мысль подходить к тому, какую информацию он публикует, чтобы не оказалось, что он фо-цыганин, и он вас просто не проконсультирует по тому вопросу, который вам нужно. Вы ему, допустим, заплатите деньги, либо что-то подарите уже. То есть, например, приведу пример, когда мы участвовали в комнатах KESH-5, по-моему, это бизнес-здание 19-го года было, и мы хотели понять, сколько арматуры железной используются при строительстве зданий, то есть, чтобы сделать такой маркетсайз общий, сколько, получается, сколько этот рынок насчитывает девелоперские строительства. И мы долго не могли найти информацию, это, возможно, было где-то в методичках, которые не приходили бы долго погружаться, понять, что там, о чем там речь идет. И на самом деле, оказалось, был простым способом найти девелоперов, которые являются застройщиками, и спросить у них, сколько железных арматур, там, на один квадратный метр, не знаю, на какой-то блок, чего-нибудь там, какой-то цемент, используются железные арматуры, чтобы укреплять эти здания. То есть, на самом деле, это помогло, мы смогли благодаря этому посчитать эффект потенциальный рынка вот именно железных арматур и использовать информацию в своей презентации. И как бы таких вот моментов, когда вы не можете найти какую-либо информацию, допустим, какую-то фундаментальную, базовую, очень хорошо использовать экспертов и находить их там в разных статьях, соцсетях и так далее. И третий способ, который я упомянул только что, это подход через маркетсайзер. Когда вы сами обсчитываете какой-либо рынок и считаете потенциальный эффект, который хотите получить. То есть, консультанты, когда делают стратегию, они в любом случае закладывают какой-то прогноз, допустим, чего можно достичь, если делать такие-то действия. То есть, какой эффект там может достичь, если, допустим, выйти на этот рынок, либо закупить такое оборудование, продавать такие вещи, как бы и рассчитывают общий рынок, допустим, от потребления, от спроса, от предложения, от разных факторов, драйверов. И такой способ является таким вот фундаментальным базовым, которым можно обсчитать практически что угодно в этом мире. То есть, когда вы видите, допустим, информацию о том, что в минуту рождается, допустим, там 10 человек, то на самом деле эта информация была посчитана как? То есть, берется общая рождаемость за год, делится на 365, появляется, получается, в день, потом на часы, 24 часа, получается, в час, потом часы на 60 минут, получается информация в минуту. То есть, таким образом считается маркетсайзер. То есть, как мы, например, тоже вот, когда участвовали в кейс-пятах, считали разную информацию. То есть, допустим, я помню, пытался посчитать, пытался посчитать, в итоге не посчитал выбросы, которые производят автомобили, то есть в Москве. И что будет, если мы снизим количество автомобилей какой-то инициативой И при этом, насколько снизится количество выбросов Я пытался понять, сколько выбрасывает один автомобиль Сколько, допустим, у него микрочастицы отлетают от шин, выхлопные газы Сколько вырабатывает автомобиль один газов, допустим, за один день Проезжая по всей Москве, туда-обратно на работу и обратно И затем умножая на общее количество машин в Москве И вычитая тот процент машин, который мы избавимся, если мы взберем те инициативы То есть таким образом это получается маркетсайз Мы обсчитываем количество машин, выбросы с одной машины Все это перенажаем, делаем встроенную огромную формулу И считаем, то есть считаем потенциальный эффект По сути, это является способом маркетсайза То есть чтобы этому научиться делать, на самом деле, это не так уж просто Нужно порешать там кейсов 100-200, наверное Просто решать такие задачи, пытаться логически придумать себе Либо участвовать в кейсе пятых Так, вариант, у меня есть курс, который я пытался запустить Видео про Моргенштерна, кстати, вот видео, могу оставить ссылку Посмотрите, если не смотрели, Drop the Market называется Где я хочу рассказать вам, ребята, тем, кто хочет научиться Как решать такие кейсы в стиле маркетсайза И если вам интересен такой способ, подходы Если вы хотите стать бизнес-аналитиком То определенно вам стоит хотя бы пойти по ссылке в описании Почитать, что за курс, возможно, вас интересует, оставить заявку Если будет много заявок, то я его запущу И можно будет прям сразу же купить И посмотреть все видеоролики, которые я подготовил по этому курсу Поэтому такие три способа были о том, как находить информацию Как консультанты используют информацию, найденную в интернете Либо найденную в других источниках Возможно, есть другие источники, о которых мы не знаем Как бы никто не может сказать Но вот так вот устроен бизнес отчасти консалтерский В какой-то небольшой степени Всем спасибо за просмотр Буду рад любой вашей обратной связи Всем пока и до новых встреч